Крымский татарин Таймур Абдулаев, которого незаконно удерживают в России, в заключении пробыл в штрафном изоляторе уже почти 900 дней. Об этом сообщил адвокат политзаключенного российскому изданию «Холод». В колонию в Башкатерстане Абдулаева перевели в марте 2020-го и сразу же отправили в ШИЗО. С тех пор он находится там почти постоянно. Таймура Абдулаева российские силовики задержали в Крыму в 2016 году, обвинили в участии в исламской организации «Хизбут-Тахрир». В России она признана террористической, в Украине и в ряде других стран нет. В 2019 году суд признал крымчанина виновным в организации деятельности террористической организации и приговорил к 17 годам колонии строгого режима. Вот что рассказало изданию «Холод» супруга Таймура Абдулаева, проведавшего его в августе в колонии. У него теперь высокое артериальное давление, испортились зрение и слух, его беспокоят почки. На свидание ко мне вышел не мой муж, а старенький дедушка с пакетом лекарств. А ведь ему всего 48 лет. Алие супруга политзаключенного Таймура Абдулаева. В комментарии изданию «Холод». Как отмечают правозащитники, помещение политзаключенных в ШИЗО из единичных случаев после 2022 года превратилось уже в систему. Так, оппозиционера Алексея Навального уже в 21 раз определили в ШИЗО. В сумме он проведет в изоляторе 236 дней. Крымский татарин Муслим Алиев, которого также преследуют из-за участия в Хизбуке Тахрир, по словам его адвоката, пробыл в ШИЗО 610 дней.